Так, доброе утро всем, дорогие друзья! Hello! Bonjour! Bonjour! Буду здороваться теперь со всеми! Bonjour! Да! Хорошо! Так, собираемся на урок Торы. Кто пришел сегодня на урок Торы? Все! Значит, учимся, изучаем. Сегодня пока все собираются. Вот Виталий Величко, шалом! Сегодня Яков Шатанин. Общались мы сегодня с одним раввином с утра. Я ему рассказывал, вот йоги, они тренируют внимание. То есть йог, он тренирует вот этот свой луч внимания, фокус внимания, концентрацию. Да, вначале на теле он концентрируется, а потом он может медитаться, он концентрирует на своем уме. А потом, когда он уже этот свой фокус внимания взял под свой контроль, он может тогда этим фокусом внимания, у них есть какие-то схемы, по которым они ведут этот фокус внимания там куда-то. А у нас, я точно знаю, у нас были наши мудрецы великие, которые были в тех поколениях. Они могли своим фокусом внимания заходить в пардес, в райский сад. Они могли, вот так вот, когда они сидели, они могли, знали они по каким путям идти, там, как проходить, где ангелы, где то, где сё. То есть, они именно фокусом внимания заходили в эти миры. Я его спросил, этого раввина, почему сейчас мы этим не занимаемся. Он сказал, что после шабтая сви запретили мудрецы, наложили хэром запрет на изучение этих знаний, как пользоваться вот этими вот этажами, этими всеми. Это как кабала маасид, потому что те, кто знали, куда идти, они знали, как менять там мир, что делать, как менять. То есть, у нас было просто такое знание, запретили. Почему? Потому что плохие люди, они могли с помощью этого знания, ну, вот как шабтая сви был, да, они могли вообще менять мир, влиять там. Ну, то есть, очень было. Боялись, мудрецы побоялись и запретили этим заниматься. Так он мне объяснил. Вот интересно, да, было с утра. Вот. Теперь, значит, а мы двигаемся дальше. Но он сказал, что есть разрешенная такая штука. Он говорит, что великие мудрецы, вот, например, Раша у нас был такой, да, рабы нашло в Майцкате, тысячу лет назад он жил, он сделал комментарий на всю Тору, да. Так у него его внимание не выходило два метра, за два метра от него. Он говорит, что Бог управляет миром. Я с Богом на контакте, да, все время. Все, что мне надо, Бог мне приведет в мои вот эти вот арба-амот. Два метра. И он все время был сконцентрирован только на себе и на вот этом вот кусочке реальности, который два метра вокруг него. Все. Тоже вариант концентрации, да, когда ты концентрируешь внимание только на мире, на себе и на мире вокруг себя. Понятно, да, идея? Все, мы двигаемся дальше. Добрый день, всем добрый день. Саид Макайев. Все. Значит, 25-й отрывок. Мы дошли до 25-го отрывка 24-й главы. И он звучит так. Звучит он так. Так, значит, Исмах Абиха Веймеха Ветагель Йолатеха. Значит, до этого мы говорили о том, что когда у человека сын цадик, надо в это время сильно радоваться. Когда сын хахам мудрец, так надо радоваться тоже. И радость, если он умный, то это уже радость ум, как бы он не проходит. Важно, на что ты его направишь. Если он цадик, это проходит. Это может да, может нет. Это все время в вопросе выбора. И тут надо успеть порадоваться сильно. То есть, извлечь из этого момента, когда сын сделал правильный выбор, надо извлечь максимальную радость. И также нужно радоваться своим правильным выбором. Вот вы, например, сегодня пришли на урок Торы. Вот нужно прямо ликовать. Ааа, класс, Тору учу, я красавчик, молодец, прям вообще бомба, какой я молодец. Занимаясь высшим вообще, чем можно было в мире заниматься, прям ликовать нужно. Потому что можно было сейчас и посмотреть Камеди Клаб, например, тупой какой-нибудь, да. Или посмотреть там Уральских пельменей вместо Ицкака. Да, тут Ицкак, а тут Уральские пельмени. И вы выбрали Ицкак, царь Соломон, Тора, Бог. То есть, поэтому это выбор сложный, потому что по сравнению с Уральскими пельменями, это все какая-то абстракция, да, такая, да. Но, но, если вы уже выбрали Тору правильный путь, нужно ликовать и радоваться, прямо устроить себе настоящий праздник того, что вы выбрали правильный путь. Это был 24-й отрывок Мишли, что нужно ликовать, когда сын Садик, когда он праведник, да, ну и то же самое к себе относится. И нужно радоваться, если умный. Этому просто нужно постоянно радоваться. То есть, если вы понимаете, что говорит царь Соломон, значит, вы можете уже быть все время радостным. То есть, именно без остановки. Теперь дальше. 25-й отрывок нам сообщает, что Здесь он объясняет такую вещь, что если сын, он постоянно выбирает правильные выборы, то у него образовывается привычка. Он на автомате, даже цадиком можно быть на автомате. То есть, можно быть праведником на автомате. Когда ты постоянно, человеческая натура, природа человека, она очень-очень автоматическая. То есть, мы все прям конкретные роботы, рабы своих привычек. И как можно быть рабом плохих привычек, также можно сделать себя рабом хороших привычек. И когда уже вот этот сын из предыдущего отрывка, он выбирал правильные выборы, делал-делал. И каждый правильный выбор надо ликовать. Но когда ты уже много раз делаешь правильный выбор, у тебя уже это становится твоей установкой по умолчанию. Тут уже можно радоваться спокойненько. И будет ликовать та, которая тебя родила. И здесь опять он переходит в вот эту вот радость. То есть, радость это спокойная такая фоновая радость. Ликование это яркая радость. Отец и мать это те, которые тебя обучали. А родители это те, которые тебя родили. То есть, он нам дает опять вот эта вот разница, что нам всем дали родители какую-то генетику. Дали они нам генетику. Дальше родители дали нам какие-то знания. Так вот, генетику изменить очень тяжело, но тоже можно до определенной степени. И поэтому, если у человека есть хорошая генетика, он должен этому радоваться. Это фон такой у него должен быть постоянно радостный. Если он здоровый, у него есть руть и ноги. Вот мы не ценим руть и ноги, да? А есть там, например, Ник Вуйчич. Человек родился без рук, без ног, да? И он, значит, и он живет без рук, без ног и тоже умеет радоваться. А мы живем с руками и ногами и не умеем радоваться. Понимаете, вот в чем прикол? Так вот, родители нам дали генетику учителя. Бывает, что и родитель, и учитель, они в одном лице. Они дали нам систему координат, систему выборов и так далее. Так вот, можно генетику сложно изменить. Систему выборов изменить можно и нужно. То есть человек должен сам обдумать и переоценить всю ту систему знаний, которую в него вложили. Потому что любые знания, особенно то, что касается выбора, добро, зло, правильно, неправильно, все это абстракция, чистая абстракция. И особенно, если вы знаете, что та система знаний, которую вы используете, ее придумал какой-то человек, это чистая абстракция. То есть, ну как может Карл Маркс вообще... Вот люди-коммунисты. Вот если бы хоть один коммунист задумался, тот человек, который коммунизм придумал, как он вообще жил, что это был за человек. Он был больной, бедный, несчастный, неудачный в семье, неудачный в жизни. Во всем неудачник. На его похороны пришло 10 человек, когда его хоронили. Человек без гражданства. Кто это вообще Карл Маркс? Почему я должен жить по заветам коммунизма? Меня это вот... Меня даже исключили из пионеров в свое время. Я не понимал, реально не понимал, почему какой-то там Карл Маркс мне указывает, как жить. Кто это вообще? И когда человек, вот он осознает природу знаний, что все это виртуальная реальность, он должен переоценить эту виртуальную реальность и найти, за что зацепиться. Если он, посмотрев на возможные варианты выбора, да, как живут люди, на возможные варианты, вот систем координат, в которых живут люди, есть общество потребления. Ну это как бы система координат большинства мира. Там главная цель купить айфон, после айфона купить автомобиль, после автомобиля квартиру, и дальше новый айфон, новый автомобиль, новая квартира. Это общество потребления. Вот система координат. Вот там система координат Пьера де Кубертена, Олимпиада, да. Мы хотим всем рекордам наши звонки дать имена, давай, стероида наболить, и буду стоять на пьедестале. А что потом? Ну не знаю, что потом. В общем, пока давай до пьедестала доберемся, да. И дальше что? И вот люди живут в каких-то все системах координат, всем скучно, все бегают, все ищут хлеба и зрелищ. То есть мир такой, ну, очень глупо устроен, он сумасшедший мир. И вот человек, он может найти систему координат духовную, он понимает, а если все закончится, так оно или полностью все закончится, а может оно не полностью все закончится. То есть, ну, как бы, глупо было бы, что вся эта система такая прямо уникальная, и у нее нет продолжения, что ли. Ну вот умер человек и все, как это? И дальше человек, который встал на духовный путь, он понял, что духовная первична, а материальная вторична. Вот даже радость, она духовная. Радость, то, что человек получает от пользования материальными благами, она духовная радость. То есть, он поел, а потом сказал, ох, вкусно я поел, и сидит кайфует, да? То есть, у него радость все равно духовная. Понятно, да, от всего? И тогда человек начинает работать над корнем, над духовностью. Он понимает, что зачем мне идти через сложный путь к радости, когда я могу идти к радости через простой путь, напрямую к радости. Вот об этом 25-й отрывок, в котором царь Соломон сказал, что будет радоваться твой папа, и будет радоваться твоя мама, и будет ликоват так, кто тебя родила, если ты станешь на правильный путь, на путь радости. Все, и все будут вокруг радоваться. Дальше, 26-й отрывок, на бни лебеха ли. Он говорит, как бы царь Соломон говорит от имени Бога и от имени Торы, то есть, через Тору. Это же Тора, то, что мы изучаем. И он говорит, не то, что царь Соломон говорит, дай мне твое сердце, твое мышление. Он говорит от имени Бога, дай мне, сынок, сын мой, твое сердце мне. Сердце это мышление. То есть, возьми как бы от меня вот это вот духовное знание от создателя мира. Я мир создал, я сказал, что такое добро и зло, я хочу тебе дать вечную жизнь. Возьми от меня это знание. То есть, ты можешь взять от Карла Маркса, от Пьера до Кубертена, или от Бога. Выбирай. То есть, ну, в принципе, вот три варианта, да, как люди живут. Так вот, Бог говорит, возьми сын мой, вернее, не возьми, тна, дай, сын мой, твое сердце мне. Как мы в Шма-Исраэль, когда говорим два раза в день, мы говорим, и будут слова эти, Шма-Исраэль, Ашем-Элокейну, Ашем-Эхат, будут слова эти, Шма-Исраэль, Аду-Ной-Лейну, Аду-Ной-Хот, на сердце твоем. То есть, услышь, услышь эти слова, что Бог один, Бог всесильный, то есть, есть только Бог, и вся эта система, это отражение Бога. И когда ты вот к этому корню прицепишься, Ашем-Эхат, Бог един, один, есть только Он, так все, у тебя все вопросы решены, то есть, у тебя нет страха, у тебя нет, ну, никаких там в жизни сложностей, да, то есть, ты все время, оп, соединен с Богом через свою душу, то есть, твое Я, оно прикреплено через твое внимание к источнику всего, к Богу, ты понимаешь, что умереть может твое тело, да, может, если у человека руку отрезали, он умер, не умер, две руки отрезали, умер, не умер, две ноги отрезали, умер, не умер, у него туловища нету, все, одна голова, умер, не умер, а потом и голову ему отрезали, умер, тоже не умер, потому что он отходит все время куски его био- вот этого скафандра, потом полностью весь скафандр отпал, но человек это не его скафандр, И тот, кто это осознал и соединился со своей душой, тот вообще живет без страха, у него нет страха, он живет в кайфе, он ничего не боится. И вот это то, что говорится в 26-й отрывок, дай, сын мой, сердце твое мне, вейнеха драхай терцена, и твои глаза пусть твои пути создают. У обычного человека идет наоборот, он блуждает, влекомый сердцем и глазами, то есть как живет обычный человек, вот он утром проснулся, открыл глаза, открыл он глаза, ну современный человек, он сразу куда глаза, в телефон, что-то мне написали, пишут что-то, есть новое, потом новости, то есть он отдает свои глаза, свое внимание, отдает на власть внешних абсолютно случайных факторов. И потом он блуждает, влекомый, ну глаза видят, его сердце идет за глазами, оп, там новости, взрыв там в Сирии, да, о, отлично, хорошая новость. Если это он не сириец, потому что если он сириец, понятное дело, что для него эта новость плохая, ну в зависимости от того, какая у него система ценностей и координат, он одну и ту же информацию будет воспринимать абсолютно по-разному. Это жизнь обычного человека, то есть он блуждает по миру, влекомый сердцем, глазами, другими людьми, какими-то случайными факторами. Теперь что здесь нам говорит царь Соломон, 26 отрывок, он нам говорит, живи по-другому, дай сын мой, то есть Бог говорит, ты мой сын, я, то есть ты приди ко мне, я все для тебя сделаю. Дай сын мой, сердце твое мне, твое мышление мне, возьми Тору, там все написано, как жить, как покупать, как продавать, как жениться, как общаться, как воспитывать детей, все, все есть. Возьми, только дай мне твое сердце и в него возьми Тору. То есть Тора это как интеллект Бога, это как его создателя мира, его система, как надо жить. И он говорит, возьми эту систему и не ты блуждай влекомым сердцем и глазами, а ты создавай свой путь. То есть, когда ты утром проснулся, первым делом, что ты говоришь? Моде, ани, лефанеха, благодарен я перед тобой. Это ты еще с закрытыми глазами говоришь. Моде, благодарен, ани, я, лефанеха, перед тобой. Мелех, хай, векаям, царь живой и сущий, то есть тот, что дает существование всему. Что вернул ты в меня, не шмати, мою душу, душу, это часть Бога, вот это не шмати, не шама, это часть Бога. Не шмати, бэхэмла, вернул ты в меня, вот в этого бодрствующий биоробот, мою божественную душу, по милости своей, раба и монотеха, велика моя вера в тебя. То есть все, это ты как бы в бодрствование вошел и сразу прикрепился к Богу. Прикрепился. Дальше, дальше написано в Шолхонорухе, есть подряд, потом идет, что надо делать. Дальше ты лежишь в кровати и ты вспоминаешь, как написано в Шолхонорухе, написано так. Ингабер Кеарье усилится как лев для того, чтобы встать и служить Создателю, да. Значит, нельзя ли как сосиска лежать там дальше, как улитка такая, да. То есть ты вспоминаешь, что я должен лить Габер Кеарье, как лев я должен усилиться. И ты срываешься с кровати. Следующее, нужно сделать не телать еда, потому что во время сна, когда у человека выходит его божественная душа, она из него выходит. На ее место могут заполнять нечистые души, которые непрекаянные, то, что называется там разные, ну, в общем, есть разные нечистые духовные сущности, которые заходят в тело человека, надеясь, что они там поселятся. Но когда в него возвращается божественная душа, это все вытесняется. Но говорят, что нужно смыть это все, остается еще на кончиках пальцев и нельзя касаться до слизистых оболочек. В общем, есть специальное омовение рук с утра, делается омовение рук. И дальше все регламентировано вообще, то есть ты все время находишься в таком осознанном состоянии, и ты во всем идешь, ну, как игра такая, да. То есть, но ты работаешь не на кого-то, нет, ты работаешь, чтобы купить там костюм Карла Лайдерфельда с порванными локтями, с порванными коленями. Из коротки такой обязательно, потому что Карл Лайдерфельд, он, ну, не традиционная ориентация. Он считает, что мужчина должен оголять свои ноги, поэтому мужчины сейчас оголяют ноги, это актуально, по мнению Карла Лайдерфельда, да, и дырки тоже вдруг стали актуальными. То есть, ты не живешь во всем этом вреду, ты живешь именно конкретно, есть ты, есть Бог, есть система, и ты живешь по этой системе, проходя свой жизненный путь, работая, торгуя, реализовывая свой потенциал, но ты живешь все время по системе Бога. И это то, что было написано в 26-м отрывке, написано так. «На бни лебеха ли», Бог говорит, «дай, сын мой, сердце твое мне», то есть, чтобы наполнилось твое мышление божественным знанием, «вэйнеха драхай терцена», и тогда твои глаза будут создавать твой путь. Не ты будешь идти за глазами, а ты будешь создавать свой путь. Понятно, да? Дальше, 27-й отрывок, «ки шуха амука зона». Вот если бы без этого самого, без объяснений Малбима, было бы вообще непонятно. То есть, дословно перевод такой, «потому что ров глуботий, проститут, ну зона – это гулящая женщина, ров глуботий, гулящая женщина, у БР цара и колодец узкий, но хрия, чужая». Как понять, да, почему гулящая женщина ров глуботий, а чужая женщина, она колодец узкий? Ну как ты поймешь, да, что царь Соломон, о чем вдруг он перескативает с одного на другой. Теперь, смотрите, все же понятно, это притчи, притчи – это он на примерах понятных объясняет глубочайшие духовные вещи, и чтобы было понятно. Теперь, смотрите, значит, кто такая гулящая женщина, да, то есть, это в принципе, ну, женщинам не понять, кто такая гулящая женщина, это больше как бы для мужчин, мужчины должны учить Тору, и царь Соломон больше обращался к мужчинам в этом отрывке, ну, мужчинам это понятнее. Значит, гулящие женщины – это такие специальные женщины, которые, которые, они там украшают себя, притворяются красивыми, то есть, они притворяются красивыми для того, чтобы заманить мужчин, которые блуждают влекомые сердцем и глазами, заманить их на какое-то там, ну, движение непонятное, да, которое должно принести мужчине некое удовольствие, по идее. На что надеется мужчина. Теперь эти гулящие женщины, они обманщицы, то есть, и у них тяжелая работа, они очень в большинстве своем ненавидят свою работу, у них больная психика, они вынуждены это делать, потому что они, ну, у них реально от безысходности они это все делают, да, но внешне они ведут себя, их задача – завлечь мужчину и завлечь его, обмануть его и так далее. Теперь это как бы метафора на все вот эти вот чувственные удовольствия, которые есть. Производители колбасы, они обманывают, они нанимают фотографов, они нанимают фотошопы, чтобы сделать эту колбасу красивой. Они сыпят в нее разные химикаты, они делают так, чтобы она не портилась и так далее. Они усилители вкуса туда сыпят, как вот эти вот женщины гулящие, они себя украшают для того, чтобы завлечь. Также все вот эти вот вожделения человека, они обманывают его, человека. И вот это вот сравнение, что как ров глуботий вот эта гулящая женщина, то есть, но тянет это все в яму. Все чувственные удовольствия, за все надо платить, за все есть цена, за все надо платить. И цена за гулящую женщину, венерические болезни, отсутствие семьи, там, ну и так далее. Цена за колбасу, лишний вес, ранняя смерть, канцерогены, там и так далее. Цена за любые чувственные удовольствия, она страдание, которое лежит на втором этапе. Но из этого рва еще можно вырваться, из рва этого человек может вырваться, то есть, вот эти вот чувственные удовольствия, можно в конце концов заняться спортом, лечебным голоданием, там и так далее. Человек может поставить свою жизнь под свой контроль, заняться здоровым образом жизни, начать там обливаться холодной водой, делать упражнения, делать зарядку, жить только с женой, ну и так далее. То есть, в принципе, это возможно, вырваться из вот этих чувственных удовольствий. Теперь, ну второе, это страшнее. Узкий колодец, это чужая, чужая, здесь имеется в виду, это идеология, чуждая идеология. То есть, когда человек проваливается в какую-то идеологию, то из нее выбраться он уже не может, потому что он верит, что он поступает правильно. Если человек проваливается в идеологию эпикура, да, вот этого, да, то он и говорит, а нормально, ну и что, что я сдохну, я и так сдохну, я лучше жирным сдохну и больным я лучше сдохну, но зато я успею, да, зато я успею там, и у него уже шанса вырваться нет. То есть, пока он просто любит колбасу и хочет кайфануть, у него есть шанс из этого рва вылезти. Но если он в узкий колодец упал, да, то есть, если он верит, что то, что он делает, это правильно, тогда он уже вылезти не может. Ну, то есть, из узкого колодца, когда ты не можешь двигаться, тебе вылезти намного сложнее, чем из рва, в котором ты еще можешь, ну, ров, ты можешь там хоть двигаться, туда-сюда лезть. Теперь самое страшное, это поверить в неправильную идеологию, потому что, когда ты в нее поверил, дальше эта идеология, она тебя зацепила, все, ты вылезти не можешь. Вот это то объяснение, которое идет на вот эту вот метафору, на этот мошаль, на этот пример, что вот эта женщина гулящая, она как ров, а глубокие, но все-таки можно вылезти, а узкий колодец, это нохрия, это чуждая идеология. Самое главное, это не лезть в чуждые идеологии. Теперь, ну, все, вот на этом мы заканчиваем сегодня. Да, что мы сегодня поняли? Первое, что мы поняли, это то, что нужно человек по-любому, вот мышление, я сегодня прям во время молитвы себя просто поймал, вот стою, молюсь, да, вот молитва. Там есть в Шма-Исраэль, есть отрывок в Ло, Татура Ахраэль Вавхем Ахраин Эхем, и там есть, и будут они знаком над дверями твоими. Я в этот момент говорю фразу, будут они знаком над дверями твоими, представляю мизузы. И тут я вспоминаю, что я не повесил мизузы в офисе. И мне нужно, у меня лежат в доме мизузы для офиса, еще не прошло 30 дней, то есть я должен прям вот повесить сегодня мизузы. У меня эта мысль. Потом у меня идет следующая мысль, что еще есть одно место, где как раз там, и в общем меня уносит мысль про то, как я должен в этом месте ставить мизузы. Но уже мысль, она ушла в то место, и она уже от мизуз пошла дальше по каким-то вообще совершенно другим, ну другой траектории. И тут заканчиваю, а я в это время продолжаю говорить Шма-Исраэль, да. И тут я заканчиваю эмет, истина, в конце последнего слова в Шма-Исраэль, истина. Я говорю этот эмет и понимаю, что последнюю треть Шма-Исраэля я вообще не понимаю. Ну то есть я проговаривал слова, но я абсолютно не был своим мышлением здесь, а я был мышлением вот от мизузы, я ушел в другую сторону, и потом еще вообще оттуда ушел еще в другую сторону. Прям мысль ушла, просто провалилась туда. И обычно вот это вот мышление сердца человека, оно автоматическое, оно заполнено у нас, у людей, которые пожили несколько десятков лет, то есть там уже такой фильмоскоп, такой калейдоскоп, столько всего, что капец. И именно заполнить его Торой, отдать свое сердце, свое мышление, отдать Богу, это очень сложная задача, но тот, кто смог ее сделать, мы уже учили в первых главах, Бог обещает, гарантирует. Тора будет тебя защищать и днем, и ночью, и в жизни, и в работе, и даст тебе долголетие, и даст тебе все, все. Бог нам пообещал, в Торе есть все, только нужно взять Тору и нужно идти по Торе. Все, поэтому давайте сделаем выводы, какие сделаем правильные выводы. Первое, надо радоваться, то есть состояние радости это индикатор, что ты живешь правильно, это очень крутая тема. Эмоция это следствие, это следствие мыслей, в которых ты находишься. Если ты находишься в мысли, что я с Богом, Бог меня защищает, Бог меня любит, я сейчас выполняю правильные вещи, то нужно ликовать. А если ты не ликуешь, значит у тебя какая-то, значит это сигнал, что ты находишься где-то не в том вообще, не в той виртуальной реальности. То есть состояние, когда человеку плохо, показывает, что он где-то не там вообще оказался в своих мыслях. Поэтому первое, надо радоваться, ликовать, если нет радости, значит ты не там. Второй вывод, надо знать Тору, идти по Торе, запоминать Тору и значит отдать свое сердце Богу и не блуждать ликому сердцем и глазами. И что тогда? И все тогда, тогда все будет хорошо. И ни в коем случае не встречаться с гулящими женщинами и не встречаться с устными холодцами, с чужими идеологиями, потому что это вообще бессмысленно. Все, спасибо, сделайте свои, пожалуйста, выводы. Три вывода, работа должна быть, работа Торы, запомните их, запишите их, поделитесь ими своими выводами, повторите их. То есть все, не успеешь повторить, нужно делать из всего выжимку такую, вытаскивать прям основные смыслы, на них сфокусироваться и повторение мать учения, прямо их вбить в свое сердце, в свое мышление. Все, всем хорошего дня, божественных благословений, ликую. Мы сейчас Тору поучили, в заслугу изучения Торы, чтобы было все во всех сферах хорошо. Здоровья, отношения, деньги, гармония внутренняя и радость и ликование, чтобы все мы получили в заслугу изучения Торы и служения Богу. Все, удачи, успехов и всего хорошего. Пока, до завтра. Субтитры создавал DimaTorzok